Всем привет! Тема сегодняшнего видео – как научиться писать левой рукой, если ты правша, а если ты левша, то, соответственно, наоборот. Если тебе интересно, то оставайся со мной. Если ты студент, то перелом правой руки принесет тебе кучу неприятностей. Например, ты уже не сможешь делать чертежи, писать контрольные работы и так далее, и, соответственно, накопишь себе уйму долгов. И, во-вторых, при использовании как правой, так и левой руки гармонично развиваются оба полушария головного мозга. Одно из них будет отвечать за логическое мышление, а другое – за абстрактное. Но сейчас я дам тебе несколько советов, которые лично я использовал, когда учился писать правой рукой. Первое. Для экономии времени можно тренировать руку, делая домашние задания или, например, заполняя ежедневник. А когда скорость письма и каллиграфия у тебя значительно улучшатся, то ты уже сможешь без проблем делать чертежи, писать контрольные работы и конспекты лекций. Лично я против того, чтобы использовать для этого дела прописи и как первоклассник часами выводить букву за буквой. Ведь для взрослого человека нет необходимости тренировать правильное написание символов. По меньшей мере это бессмысленно. Да и вдобавок, такого рода занятие очень быстро наскучит, и это бьет всякое желание тренироваться дальше. Второе. Это подобрать пишущий инструмент. Если ручка подобрана неправильно, то вместо букв будут выходить лишь каракули. При этом рука будет очень быстро уставать, поэтому обязательно удели должное внимание подбору пишущего инструмента. Третье. Это удобное положение тела, которое не сковывает движений. От твоей осанки, от положения локтя и кисти напрямую зависит качество письма, поэтому ни в коем случае не пренебрегай этим пунктам. Четвертый момент. Это время. Ни в коем случае не надо писать до посинения руки. Если кисть начала уставать в процессе письма, то это верный признак того, чтобы занятие остановить и, соответственно, продолжить позднее. Пятое. Это терпение и настойчивость, которое нужно в любом непростом деле или в обучении чему-либо. Ни в коем случае не останавливайся и иди к своей цели. Ну и шестой пункт. Поставить палец вверх под видео и подписаться на мой канал. На этом у меня все. Желаю успехов и до новых встреч.